Добрый вечер, в эфире Альфа-Новости. Сегодня понедельник, 18 апреля, и мы знакомим вас с событиями этого дня и минувших выходных. ЧП в Влаговещенске. При обрушении перекрытий в заброшенном здании котельной погибли два человека. Собственника здания нашли. Возбуждено уголовное дело. Первая смс-ка. О пенсионерке из Магдагачи узнала вся страна после того, как ее пожелания озвучил президент страны. Им сообщение Баба Зина набирало два часа. Советы от Эвелины Блёданс. Известная актриса и певица перед спектаклем встретилась с амурскими семьями, в которых воспитывают солнечных детей. В Влаговещенске при обрушении заброшенной котельной погибли два человека. Это произошло в субботу около 8 часов вечера. В здании на Кольцевой 44 дробь 2 нарухнула кровля. Из-под завалов спасатели извлекли тела двоих мужчин. Предположительно, они вели бродяжнический образ жизни. У одного из погибших при себе были документы. Личность второго пока не установлена. Собственника котельной нашли. Возбуждено уголовное дело. Чтобы здание не представляло опасности, пожарные обрушили и стены. Но на объекте еще находится труба, которую также необходимо демонтировать. Об этом сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Игорь Темнюк. По поручению мэра Благовещенска специалисты перепроверят реестр ветхих зданий в областном центре. Собственники обязаны обеспечить их безопасность. Областному онкологическому диспансеру нужен автомобиль за полтора миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок. Судя по техническим характеристикам и сведениям по комплектации машины, онкодиспансер хочет закупить Mitsubishi Outlander. В документах к аукциону сказано, что автомобиль должен быть новый, не позднее 2015 года выпуска. Иметь левый руль, дополнительный комплект зимних шин и литых дисков, накладку на зеркало заднего вида с монитором, сигнализацию, видеорегистратор и прочее. Стартовая цена аукциона – почти полтора миллиона рублей. Торги пройдут 6 мая. Здесь же размещены еще две закупки онкодиспансера. Это текущий ремонт дневного стационара. На него учреждение готово потратить в четыре раза меньше средств, чем на машину. Общая стартовая цена – 342 тысячи рублей. Правда, выяснить объем ремонтных работ не удалось. Комментировать закупки по телефону в онкодиспансере отказались. Мы направили запрос на имя главного врача. Переписываясь с Путиным, а чего добился ты? Баба Зина, которая пожелала Владимиру Путину долгих лет здоровья, уже практически стала легендой. Жительница Макдагача узнала вся страна после того, как президент во время прямой линии озвучил ее сообщение. Но вот чего стоило для пенсионерки набрать это СМС, узнал наш корреспондент Ирина Стругачева. Познакомилась с той самой Бабой Зиной. Вчера я еще Баба Зина была, а сегодня уже почти звезда. Проснулась знаменитой. Это про нее. Хотя после прямой линии с президентом Бабе Зине не удалось сомкнуть глаз. Еще бы ее СМС в эфире озвучил президент. Ну, что я почувствовала, это, знаете, необъяснимо. Вот какой-то такой, что-то внутри как перевернулось. Очень приятно было. Раз, два, три, четыре. Пожелавшая долгих лет Путину, сама ненамного его старше. Зинаида Строкова в этом году отметит 70-летний юбилей. Большую часть жизни она прожила в поселке Макдагачи. Работала бухгалтером и специалистом финансового управления. У нее двое дочерей и пять внуков. Всего семь слов на своем кнопочном телефоне Баба Зина набирала больше двух часов. Это первое СМС-сообщение в ее жизни. Очень трудилась, потому что шифр очень мелкий, я не вижу. Пока букву наберу, пока найду, закрывается этот уже этот самый. Вот. Первая моя СМС-ка и удачно. Из-за сложных отношений с техникой СМС-ы получилось коротким. Хотя, признается Зинаида Строкова, ей хотелось бы, чтобы и клуб в селе отремонтировали, и лекарства подешевели, и дороги стали лучше. Но вопрос она решила не задавать. Вопросов три миллиона было. А пожелание мое одно. Ну и мне захотелось ему пожелать вот долгих лет жизни. Чтоб он с нами был дольше, чтоб наши дети с ним жили дольше. Кстати, сами дети не поверили, что та самая баба Зина – их мама, Зинаида Строкова. Ну, сестра, ты нам не дала ночь спать сегодня. Сначала не подумала, что это ты, Зина, баба. А теперь вот беспокоимся за тебя, чтоб тебе плохо не стало здоровье-то. Инвалиду второй группы здоровье тоже необходимо. Поэтому пенсионерка не обиделась, что ее пожелания президент переадресовал всем жителям страны. Поздравляем вас. Спасибо. Это не каждому дано выйти на прямую атаку с президентом. Ирина Стругачева, Степан Юдинцев, Альфа Новости. Депутаты Государственной Думы отчитались о доходах за 2015 год. Из четырех представителей Преамурья по доходам на первом месте оказался Роман Романенко. За год он заработал более 8,5 миллионов рублей. Доход супруги составил 1,5 миллиона. В графе о недвижимости данных нет, но сообщается, что в безвозмездном пользовании у семьи есть квартира. Романенко владеет двумя автомобилями BMW и катером. Иван Абрамов задекларировал доход более 6 миллионов рублей у него в собственности, доли земельного участка, жилого дома, квартиры и производственное помещение. Доход супруги составил 30 тысяч рублей. В пользование у семьи квартира, предоставленная в найм на срок полномочий депутата. О своих доходах также отчитались еще двое представителей Преамурья. Коммунист Владимир Позняков и справедливорос Федор Тумусов. Фактически они мало знакомы амурчанам. Доходы этих депутатов также превышают 5 миллионов рублей. Летчикам, погибшим в прошлом году на авиабазе «Украинка», присвоили государственные награды Ордена Мужества. Их вручили вдовам погибших Сергея Горшнева и Алексея Федосеева. Напомним, поздним вечером 8 июня прошлого года стратегический бомбардировщик Ту-95 загорелся при взлете и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Погибли двое членов экипажа. Накануне в Серышеве вручили награду. Награду вручил лично начальник штаба дальней авиации России генерал-майор Дмитрий Костюнин. А губернатор области Александр Козлов подарил детям погибших летчиков подарки. Также в ходе поездки в Серышево глава региона побывал в местном доме престарелых и провел совещание с предпринимателями. Российские и китайские памятники археологии и культуры теперь совместно будут изучать ученые России и Китая. Договор о сотрудничестве официально подписали в Благовещенске представители Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и Хайлунзянского университета. Церемония не случайно состоялась 18 апреля. Это международный день памятников и исторических мест. На обоих берегах Амура расположено множество объектов археологического наследия, которые надо изучать. Нароссийские и китайские ученые владеют разными научными методиками. Проводить совместную работу будут не только устраивая научные конференции и семинары, но и экспедиции. В июле этого года при поддержке Министерства культуры России начнутся археологические работы на территории Амурской области, а в октябре на территории Китая. Подобных исследований пока у нас не проводилось. Это большой договор, который предполагает паритетные условия от двух сторон. То есть мы с нашими китайскими коллегами договорились, если мы делаем шаг в исследованиях на территории России, то такой же шаг мы делаем на территории Китая. В том числе и китайские ученые, и русские ученые в области изучения культуры Амура много вкладывали и, конечно, получили большие успехи. И, конечно, мы уверены, что в будущем у нас тоже будет хороший результат. На церемонии подписания договора награды вручили участникам экспедиции в акт о памяти 2015. Памятные медали вручил герой Советского Союза генерал-майор Юрий Кузнецов. Где нужно ставить запятые, а где тире, разбирались благовещенцы, которые пришли на тотальный диктант. В этом году написать текст под диктовку решили 315 горожан. Самому старшему участнику было 75 лет. Мероприятие состоялось 16 апреля в Амурском госуниверситете. Тотальный диктант – всероссийская акция, которая уже давно вышла за границы нашей страны и свое знание великого и могучего желающие проверяют по всему миру. В этот раз организаторы диктанта выбрали автором текста известного детского писателя Андрея Усачева. В благовещенский отрывок из его произведения, совсем, кстати, не детского, диктовали три избранных диктора. Заслуженный артист России Игорь Булатов, заслуженный учитель России Галина Алексеева и журналист Альфа-канала Алексей Воскобойников. Следующее предложение. С виду Диониса составляли козлоногие существа, сатиры. Записываем предложение по частям. 21 апреля на сайте тотального диктанта все смогут узнать, какую оценку получили. Отличников организаторы обещают наградить. Актриса и телеведущая Эвелина Блёден встретилась с амурскими семьями, в которых воспитывают солнечных детей. Четыре года назад у Эвелины тоже родился сын с синдромом Дауна, и это круто изменило ее жизнь. Она активно борется за права особенных детей и старается всегда встречаться с семьями там, где она гастролирует. Этой встречи амурские мамы солнечных детей ждали давно. Личная история актрисы Эвелины Блёденс и ее активная борьба за права детей с синдромом Дауна поддержали многих. Вы, наверное, где-то протянули мне руку, потому что когда я родила свою особенную Анечку, вон она сидит с папой, я сразу стану искать Сёму. И мне на душе стало очень хорошо и спокойно. Четыре года назад Эвелина родила сына Семёна. Он появился на свет с лишней хромосомой. И его мама стала узнавать все о детях с синдромом Дауна. Актриса выступила инициатором законопроекта, который защищает право солнечных детей на жизнь и запрещает врачам предлагать женщинам отказываться от таких малышей. От имени Сёмы Эвелина ведет блог в Твиттере. Ребенок участвует в благотворительных мероприятиях. Семён – творческий ребенок, и он родился в творческой семье, поэтому, конечно же, он привык к камерам, привык к публике. И вот буквально позавчера он снова участвовал в модном показе на неделе высокой моды в Москве. И что характерно, что мы сделали показ, где участвовал уже не только один Семён, он как мальчик с синдромом Дауна, но и ещё три девочки из нашего фонда. Бывая на гастролях в разных городах, Эвелина Блёдан старается встречаться с семьями, где растут солнечные дети. Актрису заинтересовала история 30-летней Юлии из села Паярково. Девушка с синдромом Дауна заботится и о себе, и о родителях. Хорошо готовит. 12-летняя Настя занимается музыкой в детской школе искусств. Её творческие победы тоже вдохновили гостю из столицы. Как можно раньше приобщать вообще к искусству, к музыке. Знаю, что некоторые родители, мамы, вот стараются как-то… Ну, на то есть причина, то есть меньше показываться где-то. На встречу приехали 18 ребят не только из Благовещенска, но и из Свободного, Архары и Паярково. После таких встреч и мероприятий ребёнок начинает верить в себя. Видели, как выступают наши ребятишки? То есть они перебарывают свой страх, когда у них получается. Они говорят, а давайте ещё раз. А я хочу ещё раз выступить. И у них начинает всё получаться. В Благовещенске солнечные дети учатся в 7-й, 2-й и 17-й школах. Дети занимаются ипотерапией, гончарным искусством, плаванием. Творчество и поддержка со стороны помогают им развиваться и найти своё место под солнцем. Здорово, когда на свете есть друзья. Если б жили все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Наталья Погодаева, Кирилл Захаров, Альфа Новости. И уже после встречи с амурскими семьями актриса Эвелина Блёден сыграла в спектакле «Любовь по-итальянски». Он прошёл в общественно-культурном центре и собрал полный зал. Вам говорили, что вы склонны к полоте? Где это склонны к полоте? Да не сте. Ну где? Ну живот хотя бы в тени. Да это я уже втяну. В роли партнёра по сцене выступил народный артист России Семён Стругачёв, он же режиссёр спектакля. Близкие отношения у итальянца Бруно и красотки Эвы начинаются на пляже. Правда, после этого герой Семёна Стругачёва попадает в аварию, потом в тюрьму, а затем в сумасшедший дом. И всё из-за Эвы. Ко всему прочему, у неё уже есть муж. Его сыграл заслуженный артист России Андрей Федорцов. Спектакль «Любовь по-итальянски» уже показывали в Благовещенске в 2013 году на фестивале «Амурская осень». Правда, тогда роль Эвы исполнила актриса Елена Воробей. «Амурская областная филармония» отметила своё 55-летие. К юбилею артисты подготовили программу «Я дарю вам музыку». Празднования продлятся три дня, но первые поздравления филармония уже получила. За два с половиной часа концерта на сцене побывали все солисты и коллективы областного учреждения культуры. Шесть миллионов зрителей, почти 60 тысяч концертов за 55 лет. Эту статистику зрителям представили в фойе перед концертом. Но это не просто фотографии или документы, о ссылке на современные интернет-дневники в виртуальный мир Инстаграм. Там существует и клуб друзей, и полноценная афиша, и предварительный заказ билетов. Все они, кстати, распроданы на три дня вперёд. Юбилей друзей не пропускают. Сегодня в коллективе филармонии трудится более 140 человек. Среди них ансамбль народных инструментов «Карусель», ансамбль байнистов «Амур-дуэт», шоу «Балет Максимум» и камерный хор «Возрождение». Все они имеют солидное портфолио в виде наград и премий российских и международных конкурсов. В лесу, говорят, порог, говорят, растел, говорят, сосёнка, понравилась мне мальчику, хорошая девчонка. Многие творческие коллективы и солисты давно вышли за рамки обычного участия в концертах. Художественный руководитель и дирижёр камерного хора «Возрождение» Елена Беляева, например, является ещё и автором и ведущим абонемента «Музыкальные встречи». Несколько лет назад она стала лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей «Русского романца». Свою юбилейную программу «Филармония» построила на общении со зрителями. Из публики вышли и сами ведущие. Вначале они комментировали номера, сидя в зале. Как это и бывает на всех концертах. «Филармония» всегда найдёт, чем удивить своих друзей. Важная часть «Филармонии» – детские коллективы «Цирк АП», эстрадная студия «Феерия», театр танца «Дэфи», студия «Театр Плюс». Вместе с ними взрослые артисты создают свои программы. А главным выдумщиком всех театрализованных представлений является Светлана Шаломихина. Недавно эта творческая команда победила сразу в трёх номинациях Всероссийской премии «Грани театра МАЗ» за патриотическую программу «Нас кино возвращает обратно» и церемонию открытия шестой российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Высокую значимость «Филармонии» в жизни области отметили областные городские власти. Артисты получили благодарности губернатора и председателя законодательного собрания «При Амурья». Концерт по случаю 55-летия «Филармонии» покажут также 18 и 19 апреля. И эти выступления также пройдутся аншлагами. Наталья Шлямова, Кирилл Захаров, Альфа Новости. Медвежонок-подкидыш уехал в Хабаровск. Полмесяца за ним ухаживали волонтёры. И вот, собрав деньги, отвезли его в Хабаровский приют для животных «Утёс», сотрудники которого специализируются на спасении диких животных и возвращают их в родную среду обитания. Двухмесячного медвежонка подкинули приюту «Остров спасения». На передержку его взяла Ольга Щетинина. На деньги, собранные амурчанами, волонтёр полностью выкупила двухместное купе поезда. Тратила 15 тысяч рублей. Оставшиеся 30 тысяч она отдаст центру «Утёс», который существует на пожертвование. Дорогу медвежонок перенёс хорошо, отлично ел, много спал. А вот пассажиров к нему не пускали, чтобы не нервировать зверя. В реабилитационном центре он пробудет почти год, потом его выпустят в тайгу. Жизнь в третьем возрасте. Что это? Спицы для вязания перед телевизором? Или танцы на набережной? Участие в КВН, изучение информатики и китайского языка. Они выбирают второе. Сегодня гостями авторской программы Сергей Логовинова и Ирина Марченко. Между нами стали члены Совета Ассоциации пожилых людей Благовещенска Сергея и Людмила Утенбергеновы. Смотрите программу в 20.40 после выпуска новостей. Ну а полная версия выйдет в эфир во вторник на Альфа-канале и в эфир телеканала «Культура». Также будет доступна на сайте информационного агентства «Амур-инфо». Ну а наш эфир прямо сейчас продолжит рубрика «Спорта». Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Друзья, знали ли вы, что самый быстрый спортивный снаряд – это валан для игры в бадминтон. Он может развивать скорость почти до 500 км в час. Конечно, на областном турнире по бадминтону таких скоростей не развивали, но игры проходили тоже весьма зрелищно. И о бадминтоне, и не только мы поговорим в сегодняшней спортивной рубрике. Это «Время спорта» на Альфа-канале. Всем привет! Неожиданно много взрослых участников было на первенстве области по бадминтону. Этот вид спорта в нашей области развивается по-своему. В него приходят все больше мужчин и женщин, а не детей. Побороться за звание чемпиона Амурской области приехали бадминтонисты из Хабаровска, Комсомольска, на Амуре и Москвы. Вместе с нашими 26 человек. Следующие соревнования пройдут в июле. Хабаровские и амурские бадминтонисты планируют выйти на международный уровень. И заключились буквально недавно соглашения о проведении первого международного соревнования в городе Хайхэ между Россией и Китаем. То есть у нас где-то команда 30 человек туда планирует поехать. А эти ребята на международной арене уже побывали и вернулись в Благовещенск с трофеями. В Казахстанской Алма-Ате Владимир Морозов и Александр Владимиров участвовали в Кубке Азии по киоку-шинкай-карате. Оба в категории 14-15 лет завоевали первые места, одолев соперников из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России. Все бои по судьям выигрывал. Недосрочно. Все бои были сложные. А в финале все раунды подрался. Даже было извешивание. После извешивания был раунд. И судьи подали мне победу. Вроде без трябов. Был дополнительный раунд. Сейчас скажу. В втором бою. Тяжелый был соперник. С Новосибирска. Сейчас ребята готовятся к чемпионату России. Он пройдет в Москве 24 апреля. Дорогие зрители, представляю вам бескомпромиссные поединки турнира «Вызов Амура-9». 11 поединков увидели зрители девятого вызова «Амура». Пять из них международные. Но до них в октагон выходили бойцы из Благовещенска, Хабаровска, Якутска. Юрий Юрченко живет в Москве. Но ради поединка он месяц тренировался в Хабаровске. Свой бой он выиграл за 51 секунду. За такие победы Юрченко прозвали нотариусом. У меня не бывает спорных побед решением. У меня есть конкретные победы, как вы сейчас заметили, бесспорные. Поэтому нотариус, я их заверяю. Свои поединки выиграли амурчане Константин Коновалов, Евгений Шипилов, Виктор Данилин и якутянин Игнатий Андросов. Впервые по-настоящему громко и хором публика начала поддерживать наших во время боя Никиты Подлубного и бойца из Якутии Александра Зайцева. Бой выиграл наш спортсмен. У его соперника это первое поражение в шести поединках. Я очень им благодарен. Старался как мог. Хотелось, конечно, закончить бой досрочно. Но соперник, соответственно, готовился. Не показал свой уровень. То есть очень тяжело было закончить его досрочно. В первом международном бою наш дебютант Максим Романов уступил узбеку Абдулмалику Хажематову. После боя признался, мысли были о другом. О чем думал парень, тут же узнал весь зал и его девушка. Я хочу спросить тебя, любимая. Ты будешь моей женой? Амир Абдулаев только после дополнительного раунда по решению большинства судей одолел немата Зейналова из Азербайджана. Амурчанин Василий Перко попался на удушающем приеме Салимхана Садулоева из Душанбе и проиграл. Первый супербой остался за нами. Китайец Дзянтао удержался первый раунд, но во втором бой остановили из-за технического нокаута. Никита Басун одержал свою третью победу. А вот главный бой вечера длился всего минуту. Машуан из Харбина поймал Евгения Зливко на болевом приеме и одержал 13-ю победу в карьере. Я предпочитаю не заниматься разведкой, а сразу атаковать соперника. Я вкладываю всю силу своего удара. Вы все видели своими глазами. Немного неожиданно закончился последний поединок, но это спорт, друзья. Мы увидимся с вами в следующий понедельник на Альфа-канале. А на сегодня это все. Пока. Альфа-канале